Это в Ленинском районном суде крупнейший суд за Уралом России. И нас довольно приветливо встретили, только сами стороны пока немножко не готовы к этой ситуации. Они удивлены, хотя со стороны суда все необходимое для начала процедур медиации сделано. То есть судья неформальным образом очень подробно объяснил, в чем преимущества состоят медиации. Рядом сидел профессиональный медиатор, ему дали две минуты на презентацию небольшую. Но потом медиация началась прямо в коридоре суда, понимаете? Стороны обменялись телефонами, до комнаты так и не дошли. Но может быть она еще продолжится. И еще знаете, я к чему привел этот пример, Александр Петрович? Дело в том, что некоторые профессиональные медиаторы стали устанавливать часы дежурства. У меня буквально три минуты еще и я закончил. Часы дежурства в этих комнатах. Но это отрывает их от их основной работы. Причем может прийти клиент, может не прийти заинтересованное лицо. Мы хотим сейчас в 2014 году реализовать идею мобильного доступа. Что если в этой комнате всегда будет включен скайп, очень сильно упрощен, так чтобы любая бабушка, вот буквально нажимает красную кнопку, разворачивается скайп. И там обязательно есть в сети дежурный медиатор, который чуть ли не 8 часов в сутки, не просто отдельные часы и дни, а в любое время, рабочее время, пока работает суд, всегда онлайн какой-то медиатор дежурит. Согласитесь, это удобнее. Он сидит у себя в кабинете и выбирается этот медиатор, который осуществляет первичное консультирование, совершенно бесплатно. Но при этом, если будут выделяться средства по линии специализированных фондов, которые оплачивают работу профессионального медиатора, то это очень даже приветствуется, это будет способствовать достижению эффекта. Кстати говоря, вы в курсе последних инициатив по поводу восстановительной медиации, нет? Да, я наблюдаю. Да, поэтому, если сработает эта концепция и будет вынесено постановление правительства, я думаю, может быть, дополнительный импульс возникнет, который повлияет благоприятно на развитие всей медиации в России. Да, да. Поэтому давайте, Александр Петрович, мы всячески будем поддерживать друг друга, обмениваться информацией. Я попробую набросать черновик письма, письма обращения в ЗАГС, а вы потом передайте их и расскажите о вашем опыте, он очень интересен. Хорошо, хорошо, мой Александр Петрович. С вашего разрешения можно я наш диалог сохраню в памяти? Конечно. Может быть, кому-то еще передам? Ну давайте. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok